Сегодня в возрасте 62 лет скончался известный актер и комик Джим Керри. По словам его представителей, причиной смерти стал несчастный случай Керри погиб в результате инцидента на яхте во время отдыха в Мексике. Несмотря на усилия медицинской бригады, прибывшей на место, спасти его не удалось. Джим Керри, легенда комедийного жанра, был известен своими яркими ролями в фильмах Маска, Эйс Вентура, розыск домашних животных, Тупой и еще тупее, Шоу Трумана и многих других. Его уникальный стиль, невероятная пластичность и неподражаемая мимика сделали его одним из самых узнаваемых и любимых актеров своего времени. За свою карьеру он получил множество наград и номинаций, включая Золотой глобус, и стал настоящей иконой комедии. Керри умел не только смешить зрителей, но и глубоко трогать их сердца. В его карьере были и драматические роли, такие как в фильмах, Вечное сияние чистого разума и Человек на луне, которые продемонстрировали его многогранный талант и серьезные актерские способности. Он доказал, что является не просто комиком, но настоящим мастером перевоплощения, способным воплощать на экране сложные и многослойные образы. Кроме актерской карьеры, Керри также занимался искусством и писательством. Он активно создавал картины, которые выставлялись на различных выставках, и написал несколько книг, в которых делился своими взглядами на жизнь, философией и опытом борьбы с депрессией. Джим открыто говорил о своих проблемах, с психическим здоровьем, и стал голосом поддержки для многих людей, сталкивающихся с аналогичными трудностями, активно участвуя в благотворительных и социальных инициативах. В последние месяцы Джим Керри наслаждался заслуженным отдыхом и отдыхал на своей яхте в Мексике. Однако 18 октября произошел трагический инцидент, актер упал за борт, получив серьезные травмы. Несмотря на то, что команда и медицинские специалисты прибыли на место как можно быстрее, они не смогли спасти его. Новость о смерти Джима Керри вызвала волну скорби и шока среди его поклонников, друзей и коллег по всему миру. В социальных сетях люди выражают свои соболезнования и делятся воспоминаниями о его ролях и личных встречах с актером. Его коллеги по индустрии вспоминают Керри как невероятно доброго, щедрого и талантливого человека, который всегда старался помочь другим и поддержать их. Впервые молодой человек попробовал себя на сцене, в 15 лет, его отец привел его в местный клуб Як-Як, где Джиму удалось показать свой номер, но зрители встретили его свистом, после этого он на время замкнулся в себе. Когда финансовое положение семьи улучшилось, Керри решил снова попробовать себя на сцене. Он доработал свой номер, и на этот раз публика приняла его с восторгом. Вскоре Джим стал не только звездой клуба Як-Як, но и начал получать деньги за свои выступления. Вдохновленный успехом, Джим отправился в США, чтобы пройти прослушивание, для шоу Saturday Night Live звездочка, но получил отказ. В последующие годы, он еще несколько раз пытался попасть в команду шоу, но все попытки были неудачными. Тогда молодой комик вернулся в Канаду, продолжая выступать в местных клубах. Вскоре его заметили, и даже написали о нем в газете, что привело к первому приглашению на телевидение. Джим переехал в Лос-Анджелес, где на него обратил внимание, известный комедийный артист родни Денджерфилд, пригласив его на гастроли. После завершения тура Джим выступал в комедийном магазине, и регулярно ходил на кастинги, мечтая попасть в кино. Прежде чем это произошло, он несколько раз появлялся на телевидении, пародируя знаменитостей. Он стал известен, благодаря ярким образом, в шоу «В живом цвете звездочка» и выпустил собственное стендап-шоу. В 1996 году, уже будучи популярным, Джим наконец появился на Saturday Night Live звездочка, где пародировал популярные фильмы, знаменитости и даже себя. Скетчи, такие как «Роксбурь» и «Гайз звездочка», стали вирусными и привели к созданию фильма «Ночь в Роксбери». Позже Джим возвращался в шоу как приглашенный гость, включая эпизоды в образе Джо Байдена в 2020 году. Карьера Керри на экране началась с малобюджетных фильмов, таких как «Резиновое лицо» и «Гора Купер». Однако первая волна популярности пришла после ситкома «Утиная фабрика», что позволило ему перевести родителей в Лос-Анджелес. Однако шоу закрылось спустя год, оставив актера в депрессии. После некоторого перерыва Джим вернулся к стендапу, пока его не заметил режиссер Ховард Сторм, и пригласил на прослушивание для комедии «Однажды укушенной». Впоследствии последовали роли в фильмах Пегги Сью, вышла замуж и нервы на пределе. Настоящий прорыв произошел в 1994 году с фильмом Эйс Вентура «Розыск домашних животных». Джим взял на себя доработку образа персонажа, включая стили шутки, что принесло фильму успех в прокате, несмотря на скромный гонорар актера. Закрепить успех помогла комедия «Маска», где Керри играл вместе с Кэмерон Диас. Фильм получил признание и был номинирован на «Бафта» и «Оскар». Следующей яркой ролью стала комедия «Тупой и еще тупее», где Джим также участвовал в разработке финальной сцены. В 1995 году вышло продолжение Эйс Вентуры, а также фильм «Бэтмен навсегда», где он сыграл загадочника. В 1996 году он получил свой первый крупный гонорар за фильм «Кабельщик». Керри продолжил радовать зрителей фильмом «Лжец», «Лжец», за который получил номинацию на «Золотой глобус». Однако Джим не ограничивался комедиями и в 1998 году снялся в драме «Шоу Трумана», которое получило высокие оценки критиков. Позже он сыграл Энди Кауфмана, в драме «Человек на луне», где полностью погрузился в роль, требуя обращаться к нему по имени персонажа. В новом тысячелетии Керри вернулся к комедиям, включая «Я», «Снова я» и Рены Гринч, «Похититель Рождества». В 2003 году Керри снялся, в фильме «Брюс всемогущий». В драме «Вечное сияние чистого разума», он сыграл роль, близкую ему по духу, ставя этот фильм на один уровень, «Шоу Трумана». Позже последовали работы в фильмах «Лемонис Никит», «33 несчастья» и «Роковое число 23». В драме «Я люблю тебя» Филипп Моррис Керри сыграл персонажа с нетрадиционной ориентацией. В дальнейшем актер снялся в семейной комедии «Пингвины мистера Поппера». Главной премьерой 2018 года стал сериал «Шучу», который был продлен на второй сезон. В 2020 году Джимб сыграл доктора работника в фильме «Соник в кино», основанном на популярной игре. Джеймс Юджин Керри родился в начале 1962 года в канадском городе Нью-Маркете. Он был младшим ребенком в многодетной семье, вырос вместе с сестрами Патрицией и Ритой, а также старшим братом Джоном. Родители артиста были связаны с музыкой, но со временем оставили мечту о сцене. Мать стала домохозяйкой, а отец устроился бухгалтером. По словам актера, его мама часто болела. Кэтлин страдала ипохондрией, и постоянно приписывала себе различные заболевания, из-за чего окружающие считали ее сумасшедшей. Чтобы хоть немного ее развеселить, Джим начал упражняться в юморе. Он строил забавные рожицы и делал пародии, развлекая отца и друзей семьи, которые обожали маленького комика. К 11-му годам мальчик уже задумывался о карьере комика. Он рискнул и отправил письмо Кэрол Бернет, в котором предложил себя для ее шоу. Керри был в восторге, когда получил ответ, даже если он был всего лишь формальным. Однако вскоре пришлось забыть о юморе, так как начались тяжелые времена. Семья и так жила скромно, а после того как отец потерял работу, им и вовсе пришлось перебраться в фургон. Ситуация улучшилась, когда Перси устроился бухгалтером на шинный завод, и им разрешили жить в доме через дорогу от предприятия, но за это Джиму и его брату пришлось работать охранниками и дворниками, выполняя смены по 8 часов. Когда Керри исполнилось 16 лет, он бросил школу, чтобы посвятить себя комедии. Первое время он работал на фабрике, и даже задумывался о работе на сталелитейном заводе. Но к счастью для зрителей, Джиму удалось стать комиком, пройдя сложный путь к успеху.